Фотографии десятков трупов вагнеровцев облетели интернет. В Мали их убили местные туареги, которые, судя по всему, смогли поймать их засаду и уничтожить. Также видеозаписи с пленными вагнеровцами облетели интернет. Что там произошло и кто за этим стоит? Версий довольно много. Кто-то говорит, что там украинский след, кто-то, что западных спецслужб. Ну а кто-то наоборот говорит, что это нынешние руководители недобитой группы Вагнер, которые не могут ничем управлять, которые в угоду своих личных амбиций и финансового благополучия фактически развалили и так мертвую структуру, сейчас находящуюся под управлением непосредственно официальных лиц из российских структур, а не являющихся автономной организацией. Сегодня мы с вами разберем, что же там произошло, сколько на самом деле погибших и что говорят различные Z-каналы о произошедшем. Обо всем этом в сегодняшнем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Все эти действия помогают продвинуть видео, особенно подписки. Не могу сказать, что оно сегодня какое-то невероятное важное. Скорее, просто довольно интересный инцидент, который демонстрирует, что на самом деле себя представлял и представляет чувака Вагнер и, в принципе, как это все деградировало под нынешним руководством. Но поддержать сам канал вы можете на Патреоне, сделать это финансово. Вы переходите на Патреон, выбираете тир, выбираете бонусы и, соответственно, таким образом становитесь человеком, который спонсирует канал, благодаря которому он существует. Ну а теперь давайте смотреть, что же произошло с Вагнеровцами и как случилась самая большая медийная потеря. Потери больше у Вагнера бывали и в Сирии, и в Украине, однако это, пожалуй, самое медийное. Итак, что известно по факту о произошедшем. Колона вагнеровцев попала в засаду Туарегов в Мали. Это страна в Африке. По предварительным данным, погибло не менее 20 вынослужащих ЧВК Вагнер. Ряд ресурсов, включая Дешерго Русич, где один из их нынешних руководителей говорит, что он в том числе был в Вагнере и получил много наград. Он говорит, что погибших до 80 и 15 было взято в плен. Среди погибших был и автор известного телеграм-канала Грейзон. Медиаресурсы, связанные с вагнеровцами, а также российские военкоры, сообщили о потерях частной военной компании в Мали. Согласно их данным, во время проведения совместной операции с марийской армией колонна бойцов Вагнер попала в засаду. Подбиты несколько единиц техники, а также вертолет Ми-24, который пытался прикрыть российских бойцов. Ряд ресурсов сообщает, что раненых удалось впоследствии выкупить. Эта информация пока недостоверна. Сообщения в канале Грейзон, админ которого там погиб, действительно не обновляются с 23 июля. Политолог Игорь Дмитриев утверждает, что совместную операцию проводили в пустыне на севере Мали. Обычно в таких ситуациях Туареги уходили в соседний Алжир, но потом возвращались. Однако в этот раз совместно с алжирцами Туарегов заблокировали и подключили авиацию. Авиация не смогла отработать из-за песчаной бури, и Туареги смогли отрезать одну из колонн и контратаковать. Данные о разгроме российских сил подтвердили и повстанцы Туареги. «Субботу наши силы нанесли решительное поражение вражеским колоннам», цитирует АФП представителя альянса сепаратистских группировок «Постоянное стратегическое партнерство за мир безопасности и развития», так она называется, Мохаммеда Эль-Мулуда Рамадана. По его словам, было повреждено или захвачено большое количество техники и оружия, также есть пленные. И, собственно, видеозаписи и фотографии это подтверждают. Источники Ильи Барабанова из русской службы BBC, его источник, который якобы ранее служил в ЧВК Вагнер, говорил, что погибло как минимум 82 наемника. Другой источник BBC, находившийся в Мали, перестал выходить на связь, а на странице его мамы в социальной сети ВКонтакте появилась поминальная свеча. В чатах родственников бывших наемников второй день активно обсуждаются потери в этой африканской стране. Понятно, что к источникам Ильи Барабанова есть большие вопросы, особенно после той чуши, что было написано про Крокус. Но, тем не менее, все-таки у ЧВК Вагнера это его приоритетная тема, тема, в которой он разбирается, по которой он написал книгу. Поэтому будем надеяться, что хотя бы в этот раз его не обманули. Тем более, что у нас есть и другие источники, которые говорят о похожих потерях. Известно также, что малийским повстанцам удалось повредить как минимум один вертолет Ми-24. Это тоже подтверждают различные источники. О чем говорит сама группа Вагнера? Какова ее версия? ТГ-канал разгрузка Вагнера опубликовал сообщение, в котором сказано следующее. С 22 по 27 июля 24 года вынаслужащие ФАМа и бойцы 13 штурмового отряда ЧВК Вагнер под руководством командира Сергея Шевченко позывной Пруд в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из коррадиционного движения Азавад и запрещенные в РФ террористической группировки Аль-Каидов-Сахель. В первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до тысячи человек. В связи с этим командованием ЧВК Вагнер было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13 штурмовому отряду. 25 июля боевики вновь атаковали музыкантов, но благодаря слаженным действиям личного состава оркестра и иммалийских военнослужащих попытка нападения была отбита. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением БПЛА и шахидмобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК Вагнер и солдат ФАМА. Последняя радиограмма от группы Пруда поступила 27 июля в 17.10. Остались втроем, продолжаем вести бой. Командир 13 штурмового отряда Сергей Пруд Шевченко погиб в бою, сообщает разгрузка Вагнера, пишет вечная память нашим братьям, выполнившим свой долг до конца. Ну, конечно, мы вечной памяти им не желаем. Желаем землю стекловатой. А в чем долг заключался, не очень понятно. Отстаивать х** пойми, какие интересы Владимира Путина х** пойми, где до этого воевать в Украине, убивая там украинцев. Тем не менее, история со стороны группы Вагнера, как минимум, содержит в себе целый ряд недомолвок. Во-первых, не сообщается количество потерь. Во-вторых, не сообщает... Ну, смотрите, они как бы приехали разгонять вот этих вот всяких туарегов и прочее, но при этом они говорят, что их начали атаковать. При этом, они говорят, песчаная буря. Сколько дней шла песчаная буря? То есть, по их хронологии получается, что в целом все это заняло довольно много дней. Почему приехало... Где подкрепление, которое туда выехало? Где оно в итоге оказалось? Почему об этом подкреплении не сказано ни слова? В общем, как будто бы есть вопросы. Вопросы не только у меня, но и у журналиста центра досье Дениса Короткова, который много лет пишет о ЧВК Вагнер. Он тоже считает, что пока непонятно, что именно произошло в Мали. То, что сегодня вывалила в очередной раз разгрузка Вагнера, всерьез воспринимать нельзя, сказал он. Тем более, при отсутствии тяжелого вооружения, которого, судя по кадрам, не было ни у одной из сторон. Еще один вопрос. Пишет он, кто планировал и управлял операцией в Мали, продолжает Коротков. Когда, с одной стороны, африканский корпус, курируемый Министерством обороны, занимается африканскими проектами, с другой стороны, мы слышим, что там командовал якобы господин Елизаров, он же Лотос, который ушел под крышу Росгвардии, то становится уже слишком много субъектов управления, сказал Коротков в эфире Breakfast Show на YouTube-канале Александра Плющева. Наиболее детально картину боя описывает Z-канал Рыбарь. С 20 июля, пишет он, малийские вооруженные силы при поддержке ЧВК Вагнер активизировали разведывательно-поисковые действия на алжирской границе. Мероприятия проводились ограниченными силами с целью выявить позиции боевиков из координационного движения Азавада и аффилированной с Аль-Каидой группировкой Джабхат Наср-Аль-Ислам-Валь-Муслимин. 22 июля передовые группы совершили рейд в Ин-Афарак. В населенном пункте обнаружились лишь топливные хранилища. После отступления армии, успевшей заявить о взятии деревни под контроль, населенный пункт вновь заняли повстанцы Туареги. В то же время один из конвоев численностью до 20 машин продвигался по направлению городу Тин-Заутин, последнему крупному оплоту боевиков Азавада на этом направлении. 23 июля правительственные силы достигли Бугессы. По мере продвижения к цели колонна подорвалась на СВУ, заложенной сепаратистами в долине Вадя-Тамасахарт. 25 июля правительственные силы столкнулись по станциями Азавада в 20 километрах от города. Первый день сражения принес свои результаты. Боевиков удалось прижать к городу на расстоянии 7 километров, а некоторые группы достигли небольшого лагеря в 2 километра от Алжирской границы. Также был ликвидирован один из полевых командиров. Если в армейской колонии насчитывалось от силы 7 десятков военнослужащих, то повстанцы сконцентрировались в Тим-Заутине и группировку до 900 человек, перекинув туда резервы. Начавшиеся бои прервались из-за песчаной бури. Стороны оттянули войска от линии боевого соприкосновения. На следующий день бой продолжался уже по инициативе противника. Туареги атаковали полевые лагеря и сумели подбить часть бронетехники. Прибывшая на помощь армейская авиация из-за погодных условий оказалась неэффективна. Один из Ми-24 был обстрелян из зенитного оружия. Вертолет совершил жесткую посадку в Кидале. 27 июля правительственные силы начали отступление с окраин города. Туареги продолжали подтягивать резервы. Тогда же в дело вступили боевики из малийского филиала Аль-Каиды. Группировка Джамат Наср Аль-Ислам Валь-Муслимин, очевидно действуя сообща с движением Азавада, устроила на колонну ВС Мали и ЧВК Вагнер засаду у гор Тингамира, заминировав местность. И дальше соответственно была раскромлена. О достоверности версии рыбаря довольно сложно судить. На самом деле есть в глубинах Телеграма один канал, который вот прям с 20 июля писал о том, что там происходит. Этот канал был очень маленький, до недавнего времени там было что-то типа 3000 подписчиков, сейчас там чуть побольше, сильно побольше в несколько раз, потому что, ну скажем так, его тоже нашли некоторые люди, любящие гулять по просторам за Телеграма. И там прям подробно описывается ход сражений и все прочее с фотографиями, с видеозаписями, с метками, причем описывается не ретроспективно, а вот хронологически как все происходило. Я думал вам все это собрать и показать, но во-первых, на сбор это уйдет неделя, во-вторых, это, скажем так, это интересно скорее узкой группе людей, точнее широкой группе людей, но не пересекающейся напрямую с моим каналом. То есть это просто интересно, как развивался этот бой, который длился несколько дней. Впрочем, я перекинул уже эти материалы некоторым блогерам, некоторому блогеру, и я надеюсь, что он сделает для вас классный ролик, и для меня тоже, я с удовольствием это все посмотрю в оформленном виде. Но в любом случае, да, значит, боевые действия были похожи на то, что описывается, однако совершенно очевидно, что рыбарь сильно занижает количество вагнеровцев и их потери, значит, которые были в этом бою. Ну, то есть их даже визуально больше, чем он пытается представить, а также по сообщениям других каналов их тоже было больше, чем там, как он пишет, всего колонна была несколько десятков, да, учитывая тех и тех. Но на самом деле там речь идет о десятках вагнеровцев убитыми и еще захваченными в плен. Что вообще Вагнер забыл в Мали? Наверняка вчера задавали свои вопросы. В 2022 году в результате военного переворота к власти в Мали пришла хунта во главе с полковником Асими Гойта. Хунта поддерживает дружесные отношения с Россией, ее власть поддерживается в том числе благодаря участию вооруженных структур, связанных с российской ЧВК Вагнер. Наемники ЧВК Вагнер, которые после мятежа июня 23 года и последующей гибели ее основателя, точнее убийства Путина Евгения Пригожина, не заключили контракт с российской армией, по большей части отправились как раз в Африку, где ЧВК участвовало в боевых действиях еще до начала российского вторжения в Украину. Официальные российские СМИ деятельность Вагнера в Африке практически не освещают. Наемники помогают держаться у власти в местной хунте. Малийские власти утверждают, что это лишь инструкторы, которые тренируют военных. Однако на деле российские наемники регулярно участвуют в совместных операциях с Малийской армией. Местная хунта поддерживает дружесные отношения СРФ, как я уже сказал, интерес для Москвы также может представлять и местное золото добыча. ЧВК Вагнера же, как ранее сообщала американская разведка, получает от властей за свою работу не так уж и много, 11 миллионов долларов в месяц. Аналитики отмечали, что помимо финансирования российской военной машины, работа вагнеровцев также помогает дестабилизации региона и подрыву западного влияния в Африке. И вот как раз в последние дни Малийская армия зачищала от Туарега в север страны. Помощь вагнеровцев понадобилось в столкновении с сепаратистами у города Тинзавата. При отходе от него наемников и поджидала засада. А зачем Малийская армия вообще воюет с Туарегами, спросите вы? Туареги это местное берберское племя. Уже более века они пытаются основать свое государство, Азават. Повстанческую войну в Мали они ведут с начала 2010-х. Предположительно, засада на вагнеровцев была совместной операцией Туарегов и подразделения Аль-Каиды. Но дальше уже идут версии. Зет-канал Архангел спецназа, например, считает, что всему виной тому, что была уничтожена вагнеровская колонна и большое количество вагнеров, западные инструкторы. Все уже видели кадры наших погибших бойцов ЧВК Вагнер, пишет Архангел спецназа. Смотрю на все это, террористы в тапках и без экипировки, возникает вопрос, как это произошло? Рассмотрим этот вопрос с тактической точки зрения и ответим на самое популярное. Первое. Почему так, пишет он? Все, кто бывал в пустыне или хотя бы имеет представление об открытой местности, должен понимать, что там практически невозможно вести бой, особенно когда работает с разных направлений. Террористы, воспользовавшись своим числом и погодными условиями, нанесли удар. Место было очень удобное для засады. На вооружении боевиков были птуры, пулеметы и автоматы. Их сожгли на подъезде. Второе. Почему не было поддержки и сопровождение авиации? Поддержка была, но, к сожалению, поспешила поздно, в тот момент, когда началась буря. Поэтому она оказалась неэффективна, а другой борт был обстрелян, и ему пришлось совершить жесткую посадку. Третье. Откуда вели бой? Бой велся с высот. Это место было очень грамотно выбрано. Гора и несколько холмов вокруг. Планировали эту засаду не за пять минут, а прорабатывали все возможные планы. Четвертое. Бой вели пастухи-тапочники. Как так? С начала 2013 года с ними активно занимаются иностранные инструктора. Пишут архангельспецназа французы, американские морпехи. Это заслуга не боевиков, а именно тех, кто с ними все это практиковал. Но не стоит принижать способности и навыки этих самых тапочников. Они воюют в своей пустыне более 12 лет. А пять лет назад уничтожили в стрелковом бою группу элитного подразделения США «Зеленые береты». Это, видимо, как должно в глазах его оправдывать уничтожение колонны вагнеровцев. Плюс ко всему не было воздушной разведки местности с помощью БПЛА. Сколько шли бои? Опять же задает вопрос сам себе архангельспецназа. Все длилось два дня. Основную колонну разбили в первый день, после чего нарастили количество сил против вагнеров вагнеров до тысячи человек. Делая вывод, мы хотим сказать, что нельзя недооценивать врага, даже если он в тапках. В данный момент были проведены успешные переговоры по выкупу пленных. Ждем дальнейшего развития событий, пишут они. Но это не единственная версия, которая есть. Также есть украинские следы. Есть самое реальное, я бы сказал. Это просто развал самоуправления Вагнера. Мы до нее еще дойдем. Там наша любимая Анастасия Кашеварова написала гигантские тексты, рассказывая, как все хи*** стало в группе Вагнеров. Ну кто, по-вашему, нашел украинский след? Конечно, это сделала Russia Today. В распоряжении РТ, пишут они, у себя в телеграм-канале оказались кадры украинских наемников из Африки, которые работают на стороне сепаратистов из племени Туарегов. Эти фото хотел опубликовать админ военного канала Грейзон Никита, известный под позывными Белый и Пятисотой, но не успел. Белого была также информация, что сепаратистов вывозят в Украину на инструктаж. Их обучают управлению впередронами, сообщает Russia Today. Впрочем, а когда Russia Today не находила украинский след? Однако здесь, даже если есть украинский след, он весьма почетен. Так, группу Вагнер это надо уметь. Несная операция, о которой мы знаем, где действительно был украинский след, что называется, она была в Судане. Я про это подробное видео не делал, но делал YouTube-канал «Быть или», посмотрите «Судан быть или», наберите, и вы увидите это видео, оно достаточно интересное, наблюдать за этим увлекательно. Но с этим следом про украинским согласны некоторые Z-блогеры. Что же касается украинского следа, то здесь прямых доказательств нет, пишет один из них. Но то, что украинцы обучают боевиков на африканском континенте, это факт. Почему-то, пишет он, в Мали уже были зафиксированы случаи применения впиведронов боевиками. Пленные рассказывают про французов и украинских инструкторов. Удивляться этому не стоит. Наше противостояние с Западом идет одновременно на многих досках. После окончания СВО напряженность между нами никуда не денется, и украинские военные будут наниматься ко всем противникам россиян. Пока наше основное противостояние происходит у наших границ, но она просто обязана перейти на дальние рубежи. С этим мы обязательно столкнемся в ближайшем будущем, пишет телеграм-канал свидетелей Вайрактора. Другие же, как рыбарь, наоборот, призывают не искать внешние причины, а исправлять собственные косяки. В узких кругах, пишет рыбарь, уже пытаются оправдать разгром колонны тем, что к планированию операции подключились американцы, французы, англичане, инопланетяне. По факту мы видим очередной пример серьезной недооценки противника. Несмотря на первоначальные успехи и урон сепаратистам в начале наступления, закрепить успех стало невозможно из-за ограниченности сил. Вероятнее всего, командование на местах решило, что воюют с тупыми обезьянами, которых в состоянии разгромить одной левой. Тот факт, что Туареги успешно ведут боевые действия в родной пустыне уже 12 лет, наверное, просто отмели в сторону. Увы, именно за такие ошибки платит репутация не только африканцы, но и сила русского оружия. Надеемся, что авантюра утин за утина станет уроком для военного руководства на местах, пишет рыбарь. Но не просто неэффективным, но и вредным подход поиска всевозможных следов называет и Z-канал-осведомитель. Если честно, пишет он, давно проглядывается некая тенденция находить украинский, британский, американский след в любой неприятной и болезненной ситуации, будь то вчерашние события в Мали или совершенные МТО ИГИЛом теракты, которые террористы сами, ну никак совершить не могли, потому что не могли и точка. Этот подход, превращающийся уже в какую-то методологию, крайне негубителен и может рано или поздно выйти боком, когда вместо тихой и реальной информационно-аналитической работы компетентные люди будут искать то, чего нет, следы ГУР, ЦРУ, МИ-6 и так далее. Хорошо, если это просто вбросы в массы для, скажем так, поддержания общества в нужной кондиции относительно конкретного врага в лице конкретного государства, но что-то верится слабо. За вчерашнюю атаку ответственность взяли в том числе и Джимаат, Мусрат, Аль-Ислам, Валь-Муслемин, местная Аль-Каида. А о том, что некогда похоронена и забытая террористическая организация, основной фишкой которой является децентрализованность и высокая автономия в своих филиалах, ни разу не мертва, а очень даже наоборот, мы писали месяц назад на примере как ДНИМ, так и сомалийского Аш-Шабаш, которые уже засматриваются на роль не столько сомалийского феномена, насколько региональному, угрожая экспортировать джихад за пределы их привычной зоны влияния. Могли ли наши бойцы попасть в засаду боевиков, воюющих почти 10 лет, и опыт ведения войны в Сахеле, которых примерно равен возрасту их группировки? Конечно, могли, потому что противник коварен и опасен, а недооценивать его не только глупо, но и откровенно вредно, о чем, к слову, неоднократно писал сам Грейзон, покойный друг Никиты на своем канале. Найти украинский, французский, американский, израильский след во вчерашних событиях, и не только, конечно, можно. Возможно, кому-то от этого даже почему-то станет легче. Но зачем? Задается вопрос осведомитель. Но версия интереснее у Анастасии Кашеваровой. Она обвиняет во всем ни западных инструкторов, ни украинцев, а непосредственно руководство ЧВК Вагнер. В своем Z-телеграм-канале она пишет. Это действительно правда в Мале много убитых и пленных наших ребят. Ребят из Вагнера. Попали в засаду. Видео ставить не буду, не хочу публиковать трупы наших пацанов. Не хочу публиковать, как издеваются эти радикалы над нашими. И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России. Ведь у нас фатальные ошибки. Если не избавиться от д*****ов и мясников, от т*****ов, от тупых халочных сволочей в погонах, так и будем п*****ов и хоронить мужиков нормальных. Пишет Анастасия Кашеварова. Как будто не понимая, что если избавить Россию от всех, кого она перечислила, то там из нынешних официальных лиц, и уж тем более руководителя государства, не останется никого. Просто пустое место. Поэтому надо ей как-то немножко осознать, что она, во-первых, наполовину из этих подлецов работает, типа Кадырова и Володина, по крайней мере, работала. А во-вторых, и во-вторых, и в-третьих, значит, она должна понять, что она помогает наиболее эффективно, собственно, щемить людей и всячески их уничтожать. Я поясню по Мали, даже не просто по Мали, а по Африке, пишет Анастасия. Когда погибло все руководство Вагнера... Кстати, Анастасия, я вам традиционно задам вопрос, знаете, вы все никак не ответьте. Вы любите писать, но не ответьте. Кто убил Евгения Пригожина? Как погиб Евгений Пригожин? Вы столько пишите про смелость, про то, что нельзя врать и прочее, 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 про честь и достоинство. Вот вы же себя журналист когда-то называли. Кто убил Евгения Пригожина? И вообще, что случилось с Евгением Пригожным? Гибель руководства Вагнера – это неправильный термин. Они не погибли, там, не знаю, утонув на прогулочном катере, потому что поднялся большой ветер. Их Путин взорвал в небе. Поэтому хотелось бы более четких формулировок. Ну так вот, когда погибло все руководство Вагнера, пишет Анастасия, должен был состояться совет командиров, чтобы выбрать комбрига. Большинство было за Ратибора, но не все были на совете, ведь многие воевали в Африке и путем адмена ресурса поддержали Павла Пригожина. Был утвержден Антон Елизаров, Лотос. Которого, мягко говоря, другие командиры не поддерживали. Павлу говорили, что Лотос ЧВК окончательно развалит. Но, как я субъективно вижу, после всего произошедшего, после марша, Павлу эта компания боком не уперлась. После того, как Лотос стал комбригом, старички стали постепенно уходить. Кстати, Грейзон пытались тогда сохранить лицо ЧВК, выдавая уход истинных Вагнеров за фейк. Так что спасали они не Вагнер, а за Лотоса, игнорируя реальные проблемы компании. Игнорируя то, что у руля стоит человек, который ставит на командные должности Лизаблюдов и считает, что если мало или нет потерь у командира, то он и не воюет. И вот пока еще старички из Вагнера оставались в Африке, Россия продвигалась. Командир 13-го штурмового отряда Русич шел до города Кидаль, который был под радикалами 10 лет, 3 месяца, и взял его. Потому что впереди шла разведка и саперы. Русич ушел недавно из Вагнера, и многие его ребята за ним ушли, как и за Ратибором. После ухода реальных бойцов, которые знали Африку, знали, как воют духи, пришло много первоходов и кашников, малообученных. И вот приехавшие на место Лотос отправляют отряд, и они идут вперед, в песчаную бурю, без дозорных разведки и саперов впереди. А этих духов там тысячи. Ребята попали в засаду. Практически все двухсотые, БПЛАшники, саперы, инженеры. В плену несколько бойцов. Сейчас идет торговля за них. Те, кто пишет про кучу вертушек и поддержку авиации, это невозможно сделать, так как там песчаная буря. У противника на земле превосходящая сила в численности и машинах. У них более 550 пикапов. Дорога после сезона дождей размыта. Великие полководцы из африканского корпуса этого не учли. И сейчас бывший командир 13-го Русич рвется туда, потому что там погибли в том числе и его ребята. А в плену есть те, с кем он воевал рука об руку. Он занял то, что профукивает сейчас Лотос. Лотос, как я понимаю, не в плену и не погиб, пишет Кашеварова. Его там вообще не было. Надеюсь, что ему не дадут отправить на убой еще один отряд, как он хочет. Некая Наталья Хим, черт его знает, кто такая. Напишите в комментариях, если вы настолько погружены в Z-лор и знаете, кто это. Подтверждает версию Кашеваровой. Она пишет, что все, что пишет Настя, чистая правда. Про, мягко говоря, бардак, который Лотос устроил внутри музыкального коллектива, можно говорить бесконечно. Кстати, бытует мнение среди бойцов, что именно благодаря ему был сбит самолет Евгения Викторовича и происходили утечки информации разного рода. Вплоть до утечки личных данных бойцов ЧВК Вагнер в руки РДК. Очень хорошо помню наплыв сообщением Невличку в определенный момент, когда парни были в шоке, что их пытаются завербовать РДКшники и переманить на сторону Украины. Интересно было. В общем, к Лотосу очень много вопросов, пишет она. Кашеварова тем временем репостит ее пост и продолжает. Кстати, вот лозунг, что смерть – это бизнес, и бизнес идет хорошо, справедлив с финансовой точки зрения, если выигрываешь ты. Если посмотреть на ЧВК Вагнер с точки зрения бизнеса, то при Евгении Викторовиче он и зарабатывал немало, но и основательно вооружал компанию. Самолеты, пикапы, танки, обмундирование – все выплаты, то есть ребята воевали за хорошие деньги, да и подготовка их была отличной, а не стоит и стоит больших денег, как военные спецы. Пригожин понимал, как бизнесмен, что с такой подготовленной вооруженной мини-армией он сможет еще больше заработать, получить при этом влияние и власть. То есть все деньги он не клал себе лично в карман, он вкладывал большую часть, большую даже часть в компанию. Что мы видим сейчас? Вертолет, который упал в Мали, его, говорят знающие, не сбили. И упал из-за того, что авиации в конторе фактически нет. То есть и то, что дают, нужно постоянно чинить, а запчасти не покупают. Чтобы заработать больше, нынешнее руководство Вагнера экономят на всем, включая лекарства и необходимые медикаменты. Была история, когда с пацанов, которые летали на дальняк, вычитали за перелет и обмундирование. И вот с худшим оснащением, с малообученными бойцами, без поддержки, без разведки, на обумпо слепому колонна наших двигалась к Алжирской границе, городу Тин-Заутин. По дороге наткнулись на небольшую группу духов-боевиков, погнавшись за которые были втянуты в засаду, где численность этих душманов намного превосходила наших. Практически всех наших убили, жалуется Кашеварова. Это рассказ о том, что происходит с реально боевым подразделением, с сильным и крупным формированием, когда в него просачивается Минобороновщина, жажда поднять бабок ценой жизни ребят, заключает Кашеварова. Я только здесь бы сказал, что Вагнер всегда был такой. То есть Вагнер одно из худших подразделений у них, самые большие потери с точки зрения количества раненых, количества убитых и так далее. Но эта история о чем? Это замечательная история об уничтожении вагнеровцев. Во-первых, что вы, может быть, какими угодно крутыми на словах, но если дело доходит до дела, то все несколько меняется. Во-вторых, что инсинуации, попытки там делить, значит, то, что осталось от Пригожина, приводят к полному развалу структуры. Вагнеровцы больше не боевое подразделение. Вагнеровцы даже в головах обычных гражданских, обычных жертв российской пропаганды, даже они уже не элита. Это просто какие-то посмешища. И вот их убило в большом количестве в Мали. Будем надеяться на это. Российское участие в Мали и российское присутствие в Мали будет свернуто. Ну а если нет, то наверняка еще ни один отряд бойцов будет уничтожен. Ни один отряд бойцов ЧВК Вагнера будет уничтожен там, по крайней мере, если части не хотя бы осталось живых. Понравилась вам эта история или нет, не знаю. Напишите в комментариях. Мне очень понравился и фото, и видеоматериал, и сама история, и развязка, и то, как они все грызутся. Теперь за это очень здорово, хорошо, продолжайте в том же духе. Ну а мы с вами обязательно увидимся уже в следующих выпусках. Всего доброго. С вами был Майкл Наки. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok